Ну что, мы в общем начинаем. Итак, вот наш замечательный, добрый вечер уже, наверное. Наш вебинар, семинар. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте еще раз, уважаемые очные участники. Приветствую, рад видеть. Вот, значит, тема у нас, как вы видите, такая, да, видео для Ютуба, чем можно и как нужно снимать, причем без знака вопроса, а в виде такого радикального утверждения. Да, действительно, этот такой вопрос, как мне кажется, достаточно важный. Во всяком случае, многие люди, кто пытается заниматься видеоблогингом, они, собственно, начинают свой путь в эту сторону, именно с этого. То есть, вот ты сидишь дома, у тебя есть какая-то там старая камера, ты решил стать блогером, а блогером приятно становиться, правда, потому что все знают, что это круто, весело, хорошо, что это деньги платят, ты становишься вообще известной лично, ну, в общем, масса удовольствий. Вот, и, собственно, с чего начинать-то, да, и вот, собственно, еще раз повторю, это, по-моему, первый вопрос, да, который возникает. И, вы знаете, я вот, поскольку преподаю на курсах, здесь специалисты, я преподаю на курсах, посвященных видео, довольно часто, как мне кажется, по моим наблюдениям, люди, которые приходят на курсы, они приходят именно потому, что они что-то начинают делать, а потом обнаруживают, что что-то не так. Ну, то есть, вроде бы, да, вот смотришь там на YouTube, ну, там ролики, люди популярные, хорошо, ты снимаешь, значит, делаешь-делаешь эти несчастные ролики, а почему ты не получаешь, у тебя 28 подписчиков, да, у тебя просмотров 15 человек в месяц, ни одного лайка, и думаешь, что же здесь не так, вот что-то явно не так, хотя вроде бы, да, и камерка так, и ничего. И, в общем, становится непонятно, и вот здесь возникает вот этот второй вопрос, как же так надо снимать, да, чтобы оно стало хорошим, крутым, классным и веселым. Поэтому, насколько хватит сил, да, моих, да, вот за это отведенное наше коротенькое время, я вам об этом сейчас попробую рассказать в двух словах. Как я уже говорил, значит, собственно, это же написано, меня зовут Дмитрий Красновский, здесь в специалисте я преподаю много-много разных вещей, и еще раз хочу вам предложить вот эту вот вещь, это, и, собственно, я обращаюсь ко вновь прибывшим вебинаристам и к тем, кто присутствует здесь очно. Это мой e-mail, его можно записать как для того, чтобы на него прислать ссылочку для просмотра работы, прям немедленно, что называется, да, в процессе нашего сегодняшнего заседания. Только, уважаемые вебинаристы, имейте в виду, что если вы мне решите сейчас прислать работу, да, чтобы вот сейчас прям, что называется, онлайн ее посмотреть, Наталья, я думаю, что я ответил на ваш вопрос, правда, вот, так сказать, невольно, вы мне, пожалуйста, только вебинаристы напишите, ладно, что я, мол, дескать, послал на мейл там ссылочку для того, чтобы посмотреть ролики. Вот какие условия небольшие нужны для того, чтобы, если сейчас вы хотите посмотреть, то есть разобрать работы. В принципе, мой e-mail я советую записать вообще, потому что я вообще отвечаю на вопросы и консультирую по курсам, и вообще что-то, может быть, полезное могу рассказать. Итак, значит, делайте, если сейчас хотите участвовать, пометку разбор, чтобы я понимал, о чем идет речь, да. Если вы присылаете фото, ну, например, там фотокомпозиции кадра, да, или фото там из ансцены, или фото там виртуальной студии, ну, мало ли, что люди захотят обсудить, то, соответственно, вложение до 5 мегабайт в одно письмецо и не больше трех объектов, да, для рассмотрения, чтобы их было, чтобы мы не увлекались, да. Соответственно, для видео, пожалуйста, не вкладывайте видео в письмо, а присылайте ссылочку для скачивания, причем на открытые источники, а то так бывает, что, знаете, там эти вот Яндекс.Паспорт какие-то, они там требуют регистрироваться, чтобы мы на этим всем не занимались. По возможности без рекламы, хотя я понимаю, что ролики бывают рекламные, да, и почему бы их тоже не рассмотреть. И по возможности, естественно, чтобы они были коротенькие, да, иначе тоже мы будем целые полчаса смотреть какую-нибудь эпичную драму, понимаете, и мы, собственно, не получим нужного нам результата. И главное, указывайте критерии оценки, да, там, я режиссер, да, вот оцените, что получилось, или там, я здесь занимался звуком, скажите, хорош ли звук, да, или там, вот ролик, в котором классная музыка, да, как ее отсюда спереть. Ну, может быть, такое и не надо мне присылать ролик, но во всяком случае, да, чтобы я понимал, на что, так сказать, обращать внимание. Итак, это вот по поводу работы, значит, это по поводу меня, это вот я, соответственно, действительно, я здесь в специалисте преподаю много-много разных курсов. В связи с нашей темой, наверное, уместно упомянуть, здесь этого не написано, но уместно упомянуть, что я занимался видеопроектами для достаточно серьезных и больших фирм, для социальных сетей, для поддержки разных компаний, в общем, на протяжении последних, наверное, лет восьми уже, да, и вот сейчас последние, вот, собственно, буквально летом я решил запустить собственный проект, пока он в стадии такого стартапа, ну, я думаю, что он получится хорошо. Ну, это я просто к тому, что, в общем, поговорить о видео, о видеоблогинге, учитывая, что я режиссер по образованию, мне, в общем, интересно, приятно, и я искренне надеюсь, что я смогу быть вам чем-то в этом полезен. Вот, значит, раз уж я об этом говорю, буквально два слова о Центре специалиста, потому что, может быть, кто-то это совсем не знает и не видел, это вот, собственно, такой вот действительно наш Центр. И вот, собственно, этот вопрос, да, который, буквально сейчас три минутки тоже некая дополнительная информация, это вот тот вопрос, который является основой нашего сегодняшнего заседания, и я просто хотел бы обратить внимание, что он является частью очень большого комплекса вопросов, который рассматривается на таком вот курсе, который называется «Современный видеоблогинг. Свой взгляд на мир, свой фильм и свой канал». Этот курс стартует довольно скоро, и я просто хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Значит, этот курс по видеоблогингу является курсом с нуля, то есть на него можно прийти прямо с улицы. Впоследствии можно, если интересно, отправляться на курсы уже более серьезные, как создавать фильмы, и на курсы видеомонтажа, что, мне кажется, является очень важным. Я на всякий случай даже здесь, видите, что написал, когда они стартуют, чтобы, мало ли, кто-то мог реально вполне сориентироваться. Ближайший курс «Как создать фильм» стартует 6 октября. Соответственно, курсы видеомонтажа ближайшие в премьере стартуют 27 августа, то есть прям вот уже совсем вот прям, да? Ой, а вот, собственно, извините, а вот наш видеоблогинг, он стартует… Ой, не вижу, это у меня там где-то позже, у меня сейчас есть одна ссылочка. Он стартует, в общем, тоже скоро. Значит, курс, понятное дело, является вот таким вот, у него очень широкая аудитория, на мой взгляд. Если кому-то нужны какие-то дополнительные комментарии, вы, пожалуйста, спрашивайте, обращайтесь, я вам расскажу. Это наши стандартные документы об окончании. Да, это вот, собственно, кратенький перечень некоторых вопросов, которые решаются на этом курсе, и, в частности, вот тот, о котором мы, собственно, сейчас с вами будем говорить. И вот, собственно, вот он, когда стартует 3 сентября, вот этот вот курс по видеоблогингу, и, собственно, мы вот теперь всю эту часть вводную, да, я вам рассказал, и теперь мы, наконец, можем говорить уже непосредственно о нашем вопросе, который нас волнует. По поводу этого самого, да, чем снимать и как снимать. Значит, давайте обсудим уже это более серьезно. Еще раз повторю, если у вас есть какие-то вопросы или что-то я буду говорить непонятно, вы прям спрашиваете, да, потому что понятно, что у всех разная степень подготовки, разная степень понимания задач. Итак, значит, чем можно снимать видео для YouTube? Первый, естественно, ответ очень простой – это видеокамеры, да. Ну, это действительно так, шутки шутками, но видеокамер существует, во-первых, достаточно большое количество, начиная от совершенно любительских, да, в которых практически отсутствует какая-либо настройка ручная, да, которые работают в автоматическом режиме, у которых очень низкое качество картинки, давайте называть вещи своими именами, да, камера за, там, 7, 8, 10 тысяч рублей, она не может быть нормального, хорошего, адекватного качества, мы должны с вами понимать, да. Это такая мыльница, видеомыльница, и это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, существуют камеры, и, здрасте, и за 100, и 150, и 200, ну, и, понятно, за гораздо большее количество денег, и в этом смысле этот вопрос о том, чем снимать, и ответ, собственно, видеокамер, он так очевиден, да. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, что если мы говорим именно про видеокамеры, то видеокамера должна быть как минимум такого просюмерского, так называемого, класса, да. Просюмерский класс или просюмерский сегмент – это сегмент, находящийся на стыке между любительскими и профессиональными камерами, да. Собственно, само слово просюмер, оно образовалось от двух слов – профессионал и консюмер, да. Консюмер – это пользователь, да, простой, кстати, обыватель. И вот, собственно, вот эти камеры просюмерского класса, они являются основой для создания изображения на Ютубе. Почему? По одной очень существенной причине. Дело в том, что видео, которое вы будете делать, собственно, для блога или для, да, какого-то видеоролика, оно будет просматриваться на достаточно качественном оборудовании. То, что снято на вот эти вот дешевые мыльничные видеокамеры, оно годится только для просмотра на мобильном телефоне максимум, да, потому что качество картинки очень низкое, только когда оно совсем крошечное, и когда это совсем такие, знаете, там, несколько секундные проходные ролики ни о чем, тогда это годится. Во всех прочих случаях это будет видно, это будет бить по глазам, и это является очень, на мой взгляд, серьезным дефектом, да, такого рода изображения. Поэтому, значит, первый, да, ответ, так сказать, на этот вопрос – чем снимать? Нужно снимать камерами среднего и высокого достаточно уровня, профессионального, да. Это первая история. Вторая история заключена в том, что снимать можно, и многие, собственно, снимают экшн-камерами. Мы знаем с вами, что такое экшн-камера, правда? Это камера типа GoPro, в частности, да, такая самая известная, самая распространенная. Используют их в подавляющем большинстве случаев по назначению, то есть это всякие экстремалы, всякие спортсмены, то есть малые люди, так сказать, ведущие динамичный, скажем так, образ жизни, обвешивают себя этими камерами, ну, и снимают, собственно, да, в свою жизнь все, что с ними происходит. Но у экшн-камер тоже есть определенные сложности, да, определенные недостатки, и, как я уже сказал, видеокамеры начального уровня, они практически лишены возможности управления, а значит, настройки качества изображения, а значит, собственно, возможности сделать его хорошим. Аналогичная проблема существует и с экшн-камерами, да. У экшн-камер есть два существенных недостатка, с которыми мы сталкиваемся. Это всегда сверхширокий угол съемки, да, у них же нет ни зумов, ничего, да. И второй у них есть очень серьезный недостаток – это достаточно низкая светочувствительность, да. На самом деле, если говорить честно, там есть еще целый ряд недостатков, которые делают их не очень удобными для просмотра роликов, например, отсутствие стабилизации. То есть мы должны с вами понимать, да, что картинка там очень сильно трясется, да, и если это хорошо для съемки, ну, экшн, да, то есть как там лыжник скачет, или там молодой человек на роликовых коньках делает какие-то фокусы, то когда, я, собственно, это встречал, я думаю, вы наверняка это тоже видели, когда экшн-камеры пытаются использовать в качестве просто камеры, да, то есть когда ее берут в руку, очень смешно, молодые люди так на улице как бы делают такой репортаж, снимая, значит, на эту GoPro-шку. Милая, конечно, вещь, но получается все чудовищно, да. И если мы с вами здесь собрались, я предполагаю, что у вас есть уже некоторое понимание того, как это, в принципе, делается, и вообще, что такое хорошая видеокартинка, я добавлю еще один существенный недостаток, именно тот, что камера очень сильно деформирует, да, у нее вот этот вот не просто фиксированный угол, он именно широкоугольный, сверхширокоугольный фиксированный угол, поэтому репортаж с человеком на переднем плане снять невозможно, он получается такой чрезвычайно утрированный, да, чрезвычайно деформирует, такой нарочитый очень, да. Я знаю несколько примеров, и вы наверняка, глядя ролики на YouTube, видели несколько примеров, где это используется как некоторый художественный прием. Да, и это вполне уместно. То есть автор вполне определенно заявляет, да, что я снимаю все на вот этот сверхширокий угол, это мило, это хорошо, это как бы оригинально. Окей, но это оригинально было 5 лет назад, да, 3 года назад еще, ну, куда не шло, можно было на этом выехать. Сейчас это уже смотрится как повтор, как уже, в общем, достаточно такая банальная и некрасивая вещь. Поэтому, да, возвращаясь к нашему, так сказать, обзору, экшн-камеры – это прекрасно, но они хороши только в очень определенном узком сегменте. При ярком освещении, при съемке действительно активного экшена, да, и при важном очень условии, когда эти материалы монтируются с нормально отснятыми материалами. Вот это вот вещь, которая позволяет их смотреть нормально, да. То есть если у вас, например, там, 5-минутный ролик, из них там 3 минуты вы снимаете экшн на какую-нибудь гоупрошку, да, если у вас в начале и в конце есть вставки с нормальным качеством, да, с нормальным хорошим постановочным светом, тогда это многое изменяет, это прощает. То есть зрителю в этом случае надо показывать, что вы снимаете на GoPro не от нищеты, не от того, что нет другого, а от того, что вы считаете, что в той или иной ситуации, да, эта камера, она оказывается более уместной, да, но у вас есть нормальная камера для того, чтобы снять там ведущую, да, там, вступительную и финальную камеру. Вот, поэтому, видите, получается достаточно такой большой ответ на вопрос, вот это вот, собственно, второй, точнее, второй пункт, да, этого ответа на вопрос насчет экшн-камер. Третья категория устройств, на которую, конечно же, можно снимать, это, конечно, фотоаппараты с функцией видеозаписи, безусловно, да, замечательная и большая такая группа устройств. Многие покупают фотоаппараты, практически во всех современных фотоаппаратах есть эта функция. Не все они одинаково хорошо, конечно, видео снимают, есть довольно существенное различие и по частоте кадров, и по размеру кадра, да, то есть и по качеству, собственно, картинки, и по оптике, естественно, если уж мы говорим про такие фотоаппараты, то часто это фотоаппараты зеркальные, этому понятно, о чем идет речь, да, то есть те, которые позволяют менять оптику, да, и вот здесь мы с вами сталкиваемся с одной большой неприятностью, что у фотоаппаратов, безусловно, есть масса преимуществ, спору нет, большая матрица, все там настраиваемо вручную, там, и соус, и это чувствительность, и так далее. Но недостатки тоже довольно очевидны. Первый недостаток – это отсутствие мобильности, да, когда мы снимаем на фотоаппарат, наша камера находится практически в ручном режиме, фокусироваться приходится вручную. Если вы фокусируетесь при видеосъемке на фотоаппарат в авторежиме, да, огромный риск того, что камера будет фокусироваться очень медленно, она будет вот этот вот жик-жик, она будет постоянно промахиваться, не дай бог вы снимаете какую-то динамичную сцену или сцену на ходу, да, там, с прохода или там какой-нибудь панорамный обзор вокруг себя, камера просто, она будет все портить, она будет все размазывать, она все уничтожит просто, да. И говоря о том, что на многих фотокамерах этот автофокус, он обладает еще отвратительным свойством, он в звуковой канал дает отвратительное жужжание. Может быть, вы слышали когда-нибудь такую вещь, она так, бзик-бзик, бзик, бзик, ну, какие-то очень, короче, противное, такой отвратительный звук возникает, когда он вот этот вот медленно пытается сфокусироваться. Это, к сожалению, конструктивная особенность фотокамер, поэтому с этим не сделаешь ничего. То есть альтернативный вариант – фокусировка вручную. Для того, что, то есть его можно снимать, да, но это надо мастерски фокусироваться вручную, быстро переводя фокус одного предмета на другой, что непросто, да. Если говорить, например, про камеру GoPro, да, то там фокусировки не нужны в принципе, потому что она фокусируется на всех объектах от примерно 25 сантиметров до бесконечности, да, там такой проблемы не существует. Если мы говорим про видеокамеры, то они, будучи заточены для все-таки видеосъемки, у них фокус, автофокус работает достаточно быстро, достаточно цепко, да, даже на не очень крутецких моделях. Вот на фотоаппаратах этого нету вообще. Фотоаппараты по определению дают гораздо меньшую глубину резкости, да, что будет приводить все время к промахиванию. И плюс к этому, повторю, необходимость ручной фокусировки. Есть на общем-то такие фотоаппараты, там, проектив, решу, на работу, они стоят помнить. Ну, вот и нет, ну, мы же собрались здесь, так сказать. Нет, это просто как ссылка, что у тебя есть. Да, 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 это правда, согласен, да, согласен. То есть, в принципе, это есть, но это, в общем, уже немножко другой такой совсем-совсем серьезный уровень. У меня там вот так вот пропал звук. Наталья, меня не слышно? А, все, появился. Хорошо, отлично, я испугался. Ну вот, то есть, соответственно, мы говорим с вами, да, что вот этот наш следующий пункт про фотоаппараты, он тоже, в общем, обладает некоторыми недостатками. Ну, понятно, что ограниченный диапазон зума, это тоже довольно неудобная вещь, да, в видеокамерах, как правило, в современных, даже, опять же, в не очень крутецких, диапазон зума, там, порядка 10-15-20-кратный зум. Это норма такая уже практически, да, если раньше это было экзотикой, то сейчас это уже довольно естественно, да. Для фотоаппаратов зеркального класса, да, 10-кратный зум, это уже просто нонсенс, это вот такой объектив, это какая-то невероятная должна быть техника. Есть компромиссный вариант, так же, как и видеокамеры, фотоаппараты, естественно, тоже очень сильно друг от друга отличаются. Есть фотоаппараты так называемого класса ультразум, да, это фотоаппараты с несъемной оптикой, у которых маленькие встроенные объективы, не такие светосильные, конечно, как у зеркальных, но зато у них 20, 30 и даже 50-кратный зум. Это даже если не включать зум цифровой, да. И вот я бы обратил внимание именно на вот эти аппаратики, да, потому что снимают они, у них точно так же, те же проблемы с автофокусом в процессе видеосъемки, но во всяком случае у них хотя бы есть большой зум, что может примерять их с действительностью, да. Поэтому, в общем, видите, что получается, третий класс оборудования, о котором мы можем с вами говорить, это фотоаппараты разного класса, которые... Спокойно, Андрей, сейчас мы до него дойдем, не беспокойтесь, как же я могу забыть айфон? Это же было бы нечестно, естественно. Все айфонисты просто замерли в негодовании. Андрей, сейчас все будет хорошо. Значит, вот третий, в общем, класс – это фотоаппараты, да, разного уровня, разной степени крутизны. И, наконец, Андрей, четвертый тип оборудования, да, которое мы можем использовать, можно здесь уже выдохнуть – это мобильное устройство, конечно же, да. Ну, может быть, если говорить честно, с него и следовало бы начинать, потому что, ну, я думаю, это первое, с чего начинают съемки всех начинающих и видеоблогеров, вообще всех, кто решил стать великим видеографом, да, и ты достаешь мобилку из кармана и начинаешь снимать, да. Но при съемке на мобилку тоже все не так просто и все не так очевидно. Первое, на что я хочу, ну, конечно, да, квадрокоптеры – это безусловно. Но квадрокоптер, они же снимают, как вы понимаете, тоже на ту же самую GoPro, да, которая там ставится на квадрокоптер, с теми же, собственно, проблемами, да, и с вибрациями, и с тем же неизменяемым сверхширокоугольником. Это в данном случае, да, ну, только что про сумму мы уже говорили, что за хорошую сумму можно и фотоаппарат найти, и бесшумный, и, в общем, очень крутецкий. Нет, мы говорим все-таки о таком стартовом уровне, да, с чего можно, в общем, все это начинать и достаточно легко стартовать, да. Ну вот, так вот, собственно, четвертый класс – это мобильные устройства. И первое, на что я хочу обратить внимание, что у мобильных устройств есть, ну, помимо очевидных плюсов, да, есть серьезный недостаток. Недостаток, связанный, как это ни покажется странным, с цветоперетачей. Существует распространенное мнение, бытовое такое мнение, что мобильные устройства, они дают невероятно сочную картинку. Это мнение, которое очень сильно распространено. Я подчеркиваю, что я в данном случае излагаю свою собственную личную точку зрения, хотя она, в общем, если честно, уже не раз обсуждена с профессионалами, и мы, в общем, со многими из них, с большей частью из них, сходимся в это мнение. Дело в том, что в мобильных устройствах, так же, как и в целом ряде дешевых фотоаппаратов, примена технология программного усиления цвета. То есть происходит следующее, да, берется та исходная картинка, которая есть в реальности, да, вручную выкручиваются настройки яркости, контрастности, цветности, сочности, да, и в результате получается такая перенасыщенная, ядреная картинка, из-за чего, я уверен, что так случалось со многими, кто снимал на мобильные устройства, любуешься на свою мобилку, да, и думаешь, боже мой, какая красота. Вот так в жизни, кто бы подумал, что вот эта вот фигня может выглядеть так красиво. На экране выглядит шикарно, да, то есть он приукрашивает, действительно, он ее сильно украшает. То есть он делает то, что в общем можно сделать, на самом деле, в любой программе видеомонтажа. Другое дело, что, когда мы снимаем это все на хорошую, дорогущую видеокамеру, например, да, мы получаем исходник высокого качества, который потом при желании мы можем обработать. Когда мы снимаем все это таким образом на мобильные устройства, у нас исходника нет, у нас сразу нам выдают уже картинку с вот этим перенасыщенным цветом. То есть, говоря с профессиональной точки зрения, удобнее вообще, правильнее, да. Да, хорошо, Михаил, ваш вопрос вижу, ага, постараюсь ответить обязательно. То есть обобщая, да, можно, в общем сказать, вполне определенно, да, что удобнее сначала получить хороший высококачественный исходник, вот с профессиональной точки зрения, потом с ним уже что-то делать, а не наоборот. Ну вот, такая вот, собственно, получается история. Значит, кроме того, ну, опять же, все зависит от вложений, но у мобильных устройств есть ряд недостаток, связанных с тем, что там, собственно, отсутствует возможность регулирования настроек, да, там трудно отрегулировать, там, частоту кадров, ISO, Zoom, то есть это все есть. Опять же, да, мы понимаем, что современные производители очень много этого всего напридумали, да, но в целом, в общем, они ограничены по сравнению, например, да, с теми же видеокамерами, да, или с теми же даже фотоаппаратами. Но, тем не менее, да, начинать с них можно. Кроме того, у этих самых мобильных устройств есть, на мой взгляд, один еще серьезный недостаток. Он провоцирует пользователей снимать неправильно ориентированный кадр. Все мы с вами знаем, что на мобилке любят снимать вертикально. Это же ужас, что такое. Это же, нет, ну, понятно, что... Ну, да, даже для Инстаграма все равно там кадр-то можно сделать квадратный, да, и в этом смысле... Да, они вертикально, ну, то есть, правильно, производители идут уже навстречу тем, кто... Понимаете, дело в том, что Инстаграм это вообще некоторое исключение, потому что, как мы с вами знаем, Инстаграм в принципе задумывался как приложение, ориентированное на работу с мобильными устройствами, да. Мы же с вами-то говорим про Ютуб, и в этом смысле мы говорим с вами про ситуацию, когда мы это все выкладываем в нормальных, да, там, нормальных пропорциях кадра 1920 на 1080, например, да, и посередине, значит, получается вот эта вот вещь. Может быть, кто-то из вас сталкивался с такой очень занятной ситуацией. Вот я пару лет назад столкнулся, я использовал несколько приложений, которые наперебой пытались, значит, кто-то пытался адаптироваться к этой вот возможности вертикальной съемки, кто-то пытался не адаптироваться. Я вел прямые эфиры, ну, у меня была, как бы, такая тема, я вел прямые эфиры, там, с разных мероприятий, с занятий по, как раз, по видеосъемке, по фотографии. Я в большей степени исследовал, так сказать, эти возможности, но, тем не менее, это было, в общем, довольно любопытно. И я использовал несколько приложений, одно из которых, например, когда я держал камеру вертикально, оно говорило, товарищи, мы понимаем, что кадр должен быть горизонтальный, и она собака мне поворачивала картинку на бок, то есть потом при публикации, у меня вся картинка, я ее снимал вертикально, она легла на бок, вот, как бы нормально, 1920 на 8, я думаю, окей, хорошо, я буду снимать горизонтально, как я, собственно, и собирался изначально. Начал снимать на горизонтальном, другое приложение сказало, минуточку, мы понимаем, что вы имели в виду вертикальный кадр, и собака мне стала поворачивать в обратную сторону. Это такое, то есть, это, ну, сейчас уже как-то это более-менее утряслось. В общем, был момент, когда вот разные приложения, да, они не знали, то ли, значит, помогать пользователю, то ли дать ему возможность почувствовать настоящий видеограф, снимать все по горизонтали, и у Фейсбука даже был такой период, когда он очень это неоднозначно все воспринимал. Вот, так что с мобильным устройством есть свои, как бы, такого рода идеологические, так сказать, проблемки, которые мы должны иметь в виду и выбирать устройство по своему усмотрению, по своим задачам. Теперь давайте поговорим о том, как, собственно, нужно снимать, независимо, фактически, от типа устройства, независимо от этих вот... Андрей, вы просто чувствуете тот момент, когда нужно вставить правильную, так сказать, реплику. Ровно вот в этот момент как раз мы переходим, как нужно снимать. Так вот, собственно, как... Да, этот большой, естественно, вопрос. И, естественно, опять же, я напомню, что у нас всего с вами 45 минут для того, чтобы так бегленько об этом поговорить, поэтому я позволю себе об этом говорить достаточно в общих чертах. Ну, во-первых, давайте разделим все критерии, по которым мы можем оценивать, как нужно снимать, на некоторые технические, да, скажем так, и творческие параметры. Во-первых, буквально два слова о том, что, естественно, то, что я только что упоминал, по поводу размера и пропорции кадра, да. YouTube воспринимает кадр 1920 на 1080, хотя во многих руководствах я встречал просто, говорится, что, ну, какая разница, в каком размере мы снимаем, потому что все равно он все пережимает, да, и все равно кадр получается значительно меньшего размера, мол, дескать, не парьтесь, снимайте там 360, да, то есть совсем-таки малюсенькие кадрики. Это неправильно, да. Предоставьте YouTube, если уж мы говорим про него, предоставьте YouTube самому переконвертировать, да, все это в меньший размер. У вас должно быть исходник нормального высокого качества, да, 1920 на 1080 с высоким достаточно битрейтом, если кто не знает, да, битрейт – это скорость прохождения потока, да, поэтому битрейт искусственно зажимать не надо. Не волнуйтесь, все, что нужно сделать для уменьшения размера, да, YouTube сожмет. Причем, в чем тут сложность, тонкость точнее, в том, что YouTube это делает по своим собственным алгоритмам. Вот кто заливал видео на YouTube, знает, да, как это происходит, туда заливаешь ролик, и там происходит такой, ну, как бы, некоторый процесс, да, он на лету, что называется, обрабатывает эти ролики и по собственным встроенным запатентованным алгоритмам их уменьшает, стараясь сохранить максимальное качество. Если это пытаться сделать вручную, самостоятельно, да, как бы в надежде облегчить работу YouTube, зачем, какие еще могут быть для этого причины, да, YouTube все равно обрабатывает эти ролики, и в результате получается двойное ухудшение качества. Поэтому, еще раз, первое, на что советую обратить внимание, да, на то, что размеры и качество кадра должно быть исходным. Если сделать 720, да, по-английски стране, то он все равно его там переливил и обрабатывает? Да, все, он все равно будет, он обрабатывает автоматически. Это не зависит, он просто сделает его еще хуже, да, поэтому лучше... Если он будет прям по размеру, ну, да, нет смысла. Абсолютно, конечно, да, так и надо делать. Вот, значит, что касается пропорции кадра, тоже вопрос иногда возникающий. Дело в том, что кто-то снимает, и кто-то, собственно, пользуется мониторами соотношения сторон 3 к 4, кто-то использует пропорции 16 к 9. Вот просто наглядно у меня вот здесь на столе, да, вот два монитора, один, вот, собственно, 3 к 4, да, второй более широкоэкранный, хотя он не совсем, конечно, полноценный Full HD, да, но тем не менее, такой немножко расширенный монитор. Все сходятся на том, что снимать нужно под широкий экран, то есть пропорции 16 к 9, да, то есть 1920 на 1080, и никаких 720 на 576, никаких соотношений сторон 3 к 4, да, поскольку считается, что они гораздо менее удобны. Кроме того, есть еще один аргумент, почему кадр должен быть широким. Мобильные устройства. Все мобильные устройства ориентированы на показ широкого видео, да, широкоэкранного видео. И это невероятно, вы когда-нибудь, если видели, вы обращали наверняка внимание, это невероятно неудобная история, когда вы пытаетесь смотреть, да, широкоэкранное видео, а оно занимает только вот такую маленькую узенькую часть. Да, это очень раздражает. Поэтому широкий экран, очевидно, ну, как считается, да, очевидно, его стоит использовать. Это касается размеров и пропорций кадра. Второй вопрос. Это связанность цветом и светом, да. По поводу цвета, ну, я уже отчасти сказал, да, что это вопрос, связанный с цветопередачей. Играет ли роль для видеозвук, когда снимаешь камеры-камеры, фотофотик, видеокамеры-видеокамеры, бывает, что на улице шумы, ветры, да, если есть интересные материалы. Андрей, минуточку терпения, до звука мы обязательно тоже найдем. Так вот, второй вопрос про цвет и свет, да. Значит, про цвет я уже немножечко упомянул. Считается, что нужны качественные исходные материалы. Точка. Да, и в этом смысле, чем качественнее исходник, тем, естественно, будет тоньше работа с цветом. Я вам советую, если вам кажется, что цвет на мобильных устройствах хорош, да, я вам советую, посмотрите просто для себя. Материалы про камеры, может быть, кто-нибудь из вас про нее слышал, называется Black Magic. Есть такая камера, она довольно дорогая. Она для профессионала, прямо-таки очень, то есть для любителей, извините, она очень дорогая. Но я знаю несколько видеоблогеров, которые на них перешли, потому что по сравнению со всеми привычными, уж тем более мобильными устройствами, это небо и земля. Вы посмотрите на том же YouTube ролики, вот просто там образцы съемки камеры Black Magic, и вы поймете, что такое хороший цвет, хорошее качество, хороший цветопередач. Это совсем не iPhone, и это совсем не такая вот простая история. По поводу стабилизации, окей, сейчас упомяну, Наталья, безусловно, это тоже довольно важная вещь. Что касается света, мы с вами должны понимать одну важную вещь, что света всегда должно быть лучше избыточно, чем недостаточно. Почему? Потому что в тенях всегда образуются избыточные шумы. Наши устройства и так несовершенны, но те, о которых я упоминал, и мы не говорим о дорогих крутецких устройствах. Недорогие, не крутецкие устройства, они дают очень большие шумы, они автоматически задирают ISO. Поэтому пусть света будет больше. Прикрыть диафрагму, уменьшить выдержку, устройство даже в автоматическом режиме всегда сможет. А вот добавить света, оно не сможет никак. Я не говорю о ситуации использования встроенных осветителей. Потому что, на мой взгляд, встроенный осветитель, я имею в виду, который в видеокамеру встроен, знаете, такие маленькие лампочки, и в телефон они тоже бывают встроены. Это похабщина. Простите меня за такое неприличное слово. Это откровенная похабщина. То есть это хорошо только, когда вы в ночном клубешнике снимаете короткий репортаж про веселую тусовку где-то там на задворках в темном углу. Ну, понятно, включил вспышку и при ней снимаешь. Если вы снимаете там проблемный репортаж, если вы хотите рассказать что-то интересное о вечерней жизни города, ну, мне кажется, стоит позаботиться о том, чтобы где-то был нормальный источник света, который будет висеть не прямо, вот этот точечный свет, а с хорошим рассеивателем, немножко сбоку, чтобы были мягкие боковые тени, ну, чтобы картинка была красивой. То есть свет – это очень важная вещь, которая может сделать кадр или благородным, или абсолютно таким вот плоским, безжизненным и неинтересным. Виталий, вижу ваш вопрос, постараюсь успеть рассказать. Следующий вопрос, да, я, видите, уже так начинаю торопиться, чтобы успеть, видите, еще на вопросики ответить. Я специально вначале спрашивал насчет того, будут ли какие-то вопросы, будет ли что обсудить, чтобы примерно рассчитать время. Сейчас эти вопросики стали появляться. Но я надеюсь, мы с вами успеем обсудить. Значит, следующий вопрос по поводу ракурсов и крупности, которые тоже нужно иметь в виду. Здесь я позволю себе действительно сказать достаточно кратко. Крупности должны чередоваться. Одна из самых ужасных, из самых неприличных ошибок начинающих видеоблогеров, вообще начинающих режиссеров и операторов – это монотонность крупностей. С этим надо бороться всячески. Мы с вами должны понимать, что крупности создают настроение. Крупности эквивалентны нашему вниманию. И когда вы сидите и слушаете, например, человека, вы же, ваше внимание, оно соответствует крупному плану. Когда ваше внимание рассеяно, или когда вы, например, входите в помещение и отдираетесь по сторонам, крупность вашего внимания соответствует общему плану. То есть, представляете, о чем я говорю? То есть, мы вошли в помещение, сидят 150 человек. Мы как бы их так все озираем, и это крупный план. Соответственно, вдруг мы видим кого-то, кто нас интересует, собственно, ради кого мы пришли. Мы говорим, о, привет. И это соответствует укропнению, наезду. Вот это нужно использовать обязательно. Самое неприятное, что делают люди, это когда они просто... Я вижу, это меня так раздражает, честно говоря, на улице даже туристы ходят по Праге, по Москве. Они так вот, они достаёт телефон, вот так вот снимают всё вот так вот вокруг. Ну, как бы имея в виду, что это такие обзорные снимки. Обзорное видео – это одно из самых неинтересных видео, поверьте. Вот всё самое неинтересное, что можно сделать, снимается на общем плане. Потому что, ещё раз повторю, общий план соответствует отсутствию интереса. Он соответствует вот такому, ну, как бы вялому вниманию рассеянному. Поэтому обязательно нужны крупные планы. Появилось что-то важное, что-то интересное, берете у кого-то интервью, подходите крупнее. Обращайте внимание, что если вы снимаете, говорите там про человека и неважно про объект. Если вы показываете, например, первое, что приходит в голову, там метро «Площадь революции», мы снимаем, помните, там собаки такие есть, бронзовые, которым постоянно туристы подходят. Нормальные, ну обычные, средние, неграмотные туристы, они достают, опять же, мобилку и снимают просто, как эту собаку, да, все хватает за нос. Ну, хоть бы некоторые подходят. Например, когда появляется рука в кадре, некоторые делают наезд, они подходят, да, чтобы появился вот этот огромный нос с этой рукой. То есть манипуляция крупностью – это один из самых профессиональных приемов, которые мы можем себе позволить с легкостью, да, который вводит наше кино сразу на другой уровень. Ракурс я имел в виду, под словом «ракурс» я имел в виду положение камеры относительно горизонта, да. Понятно, что нужно следить за горизонтом, понятно, что заваливать его не стоит, за исключением случаев какой-то повышенной особенной художественности. Есть такая слабость, есть такая болезнь начинающая. Они обожают заваливать горизонт. Это плохо, это нехорошо, потому что человек чувствует себя деконструктивно, он не понимает, он перестает ориентироваться в пространстве. В качестве спецприема это можно использовать, в качестве постоянного приема это использовать не стоит, и это нехорошо. Следующий вопрос, да, про движение. Надо ли двигаться и до какой степени, да. Двигаться надо, безусловно, движение создает очень важный момент, создает ощущение внимания. Как вы, конечно же, знаете и видели, многие ведущие блогов, да, и многие на YouTube выкладывают ролики, где ведущий, собственно, идет, да, на ходу, например, классный приемчик, да, человек идет по городу, несет себе камеру и в камеру что-то рассказывает. Это отличный способ, да, но обязательно он должен чертоваться статикой, потому что наше внимание, оно не непрерывно, вот на курсах по созданию фильма, я про это рассказываю, да, что наше внимание ему надо давать отдыхать. И в этом смысле держать его на волне постоянного движения просто невозможно, да, человек через какое-то время перестанет воспринимать картинку, да. Поэтому вот на это стоит тоже обращать внимание на то, что движение должно присутствовать, но в ограниченных количествах. Следующий пункт – встроенные эффекты. Я имею в виду, что в наших камерах во многих есть всякие встроенные эффекты. Эффекты пастеризации, соляризации, инверсии, там, бог знает чего, да, там, мультиэкспозиции и огромного количества разных вещей. Мое личное мнение – это использовать не стоит, потому что, опять же, вот в моем понимании… Видите, у меня в этом смысле такая, может быть, закалка старой и консервативной, я абсолютно не говорю, что только так и нужно делать. Но я считаю, что задача во время съемки – получить исходник, который потом можно будет монтировать. Если вы в процессе съемки уже непосредственно сделали какую-то безумную соляризацию, пастеризацию, обработку контуров, да, и у вас там еще какие-нибудь ромашки и вспышки по всей картинке, то как вы потом, что вы с этим… уже ничего с этим не сделаете, да, этот материал уже как бы совершенно однозначный. Мне кажется, что это недостаток, хотя, еще раз повторю, это мое личное субъективное мнение. Понятно, что есть много роликов, которые снимаются прямо, что называется, на лету, да, и вполне себе ничего смотрится. Но мне кажется, что это нехорошо, да, портить материал, так сказать, родной, да, основной, не очень хорошо. Значит, еще одна особенность материалов, которые мы с вами снимаем – это съемка под монтаж. Есть такая важная штука. Понимаете, какая история? Ни один ролик практически не снимается однокадрово, однопланово. Всегда есть, как я уже только что упомянул, да, подводящая часть на общем плане, когда человек говорит «Привет, сегодня я вам там расскажу то-то, то-то», да, содержательная часть, где, собственно, происходит некое событие, и финальная часть, где он говорит «Ну, таким образом, там, до новых встреч», ну, ручкой помахал, да, то есть монтаж присутствует в ваших роликах всегда. И, может быть, для кого-то это будет откровением, хотя я надеюсь, что это не так. Существует правило монтажа, да, по которым некоторые кадры монтируются, некоторые кадры не монтируются. Эти правила нужно знать, если вы сами не рискуете их узнать, приходите на курс невольно простого рекламеры, приходите на курс по созданию фильма, где я про это рассказываю, ну, или хотя бы просто для себя посмотрите, да, поинтересуйтесь об этих правилах монтажа. И я в данном случае говорю о том, что снимать нужно монтажно, да, то есть снимая ролики, нужно предполагать, что с чем у вас будет монтироваться, да, как оно будет монтироваться. Потому что самая печальная история – это когда вы сняли какой-то кусочек, да, а он потом ни к чему не монтируется. Самая распространенная ошибка при вот такого рода съемке, которая снимается немонтажно, это съемка с движения. То есть когда видеофрагмент начинается с движения, с панорамы, например, да, и заканчивается ей, то есть в нем нету элемента статики. Как часто очень делает человек в автобусе, например, едет, да, там, в туристическом, он делает, хочет сделать фильм про свое путешествие в Египте. Он едет там мимо пирамид, он включил телефон и вот так вот как бы снимает. И едет, едет, оно началось движение, оно закончилось движение. Но хоть бы он вот одну какую-то деталь, сфинкс нашел, он хоть бы вот так его проводил взглядом, чтобы в кадре было какое-то ощущение, да, вот статичности. Вот это обязательно нужно учитывать, да, и такого рода вещи использовать, да, для того, чтобы получилась хорошая, правильная и красивая картинка. Андрей, ну вот здесь вот я могу ответить сразу. Если не секрет, спрашивай, Андрей, сколько уходит времени на монтаж, чтобы выпустить уже полный фильм, что тебе хочется по душе и желанию. Ну, от объема, от размера многое зависит. Самый короткий ролик, который вот мне удавалось делать, ну это правда я работал на заказчика, на крупного клиента, и там, собственно, это было по условиям задачи. Самый короткий такой вот монтаж занимал где-то примерно час, но там была своя фишка, там был уже достаточно большой шаблон, набор шаблонов, набор заготовок, да, набор спецэффектов, пресетов, и поэтому там весь монтаж за этот час осуществлялся на пресетах. Вот так вручную с нуля, ну, меньше чем за сутки я, пожалуй, ничего бы и не стал монтировать, потому что это работа творческая, да, это требует такого подхода. Да, конечно, люди работают на это все нужное время, которого не хватает. Ну, что делать? Тут уже вопрос повышения скорости работы, чтобы оно получалось. Ну вот, и вот возвращаясь к последнему пункту, который у меня здесь есть, это звук, собственно, да, какой должен быть звук в роликах. И вот здесь, собственно, практика показывает, что прямой синхронный звук, то есть тот, который возникает прямо в момент записи, довольно часто оказывается избыточным, излишним. Даже в тех случаях, когда мы с вами говорим про съемку репортажа, да, отсюда возникает большая рекомендация. Ну, она идеальная, может быть, ну, в смысле, она такая, как сказать, идеалистическая, да, но тем не менее, мне кажется, что она вполне посильная для многих. Звук надо записывать отдельно. Звук надо записывать, допустим, на тот же мобильный телефон, да, который лежит на грудном кармане, или на тот же диктофон, который у многих существует, для того, чтобы его можно было потом отдельно и качественно озвучивать. Я уж не говорю про ситуацию. Эта ситуация, конечно, еще более идеальная, когда есть там микрофон выносной, там микрофон-петличка, да, если мы говорим про какой-то репортаж. То есть, когда у нас есть возможность звук писать отдельно, это гораздо удобнее и правильнее, да, для качества звука, чем когда мы его пишем прямо синхронно, прямо на ту же нашу камеру. Ну, не говоря о том, что там фотокамеры, они звук пишут, честно говоря, плохо, неважно. Видеокамеры там чуть получше, но все равно лучше использовать внешние микрофоны, да, то есть для того, чтобы записать хороший звук, нужны некоторые специальные усилия. Если звук записался как есть, ну, такое бывает. Ну, действительно, ну, что, ну, ты в том же путешествии по Египту, у тебя только телефон мобильный, на который ты все записал. Звук нужно обязательно шлифовать и обрабатывать. Из звука обязательно нужно удалять помехи и шумы. Звук со всеми шумами, да, со всеми скрипами, интершум так называемый, да, он ни в коем случае не придает никакому ролику очарования, никакому ролику ощущения присутствия, как, может быть, думают многие. У меня был один приятель, который специально оставлял вот эти вот скрипы, шумы, там, шаги по песку, там, падение всяких предметов за кадром. Он говорит, ну, что, это же классно, люди же ощущают, что вот они прямо в этом месте присутствуют. Ничего они в этом месте не присутствуют. Это его субъективное ощущение как человека, который там был. Ему кажется, что вот когда он там сидел и там сбоку упал какая-то хреновина, да, это придает ощущение очарования. Человек, который смотрит ролик, не видит, что там происходит, вдруг что-то бумкает, да, это раздражает безумно, это создает ощущение неправильное. Поэтому над звуком надо обязательно работать, его нужно вычищать, да. И еще одна рекомендация тоже по поводу звука, которая многим, я уверен, поможет что-то, может быть, изменить, это рекомендация по поводу музыки. Не злоупотребляйте музыкой. Про авторские права мы даже сейчас не говорим, да, но довольно часто на некоторых каналах, да, используют некую стандартную музыку, которую как бы подкладывают, и они создают такой тыц-тыц, ну, как бы с настроением, да. Так вот музыка одна и та же, монотонная, не создает никакого настроения. Лучше выбрать в своем фильме, который вы создаете, значимый момент и под него подложить музыку. Музыка – это слишком эмоциональная штука для того, чтобы использоваться по отношению ко всему ролику, да. Еще раз повторю, все очень просто. Берете музыкальную тему, которая вам нравится, априори предполагается, что она как бы бесплатная, да, что вы не нарушаете никаких ничьих прав, и вставляете ее только туда, где вы хотите создать максимум эмоционального акцента. Во всех остальных местах ее быть не должно, она будет просто мешать. И уж тем более не стоит ее делать, там, 2-3-4 музыкальные темы подряд, как это часто... Чуть-чуть фончиком, но это просто на уровне вот просто такого шипения практически, такого вот мельтешения какого-то, да, неразборчивого. Да, ну, я понимаю, что музыка является таким очень важным элементом, безусловно, таким оформительским. Но я имею в виду музыка именно такой вот акцентированной, то есть под которую ногой начинаешь стукать, да. Если она просто звучит как вот действительно такой неразборчивый, ну, как шелест листьев буквально, да, вот на этом уровне, ну, тогда почему бы и нет, пусть она будет, она действительно заполняет вот это вот ощущение вакуума, ощущение студии, она такой живость некоторую придает. Ну вот, это вот если говорить коротко про те вещи, которые являются для нас значимыми. Мы уже превысили наш лимит времени, но зато у меня есть еще несколько вопросов, на которые я думаю, сейчас я попробую, успею ответить. Сейчас я открою только панельку с этими самыми вопросами. Так, где моя панелька? Так, вот моя панелька. Майк спрашивает, Дмитрий, каким программой вы пользуетесь для обработки звука и видео? Premiere Audition, тут все достаточно просто. Ну, в принципе, у меня был такой опыт из принципиальных соображений, я пользовался Pinnacle, но мне это не понравилось совсем. Вот, ну, собственно, это вот вопрос Николая по поводу того, какими программками я рекомендую лично пользоваться. Безусловно, есть онлайн-редакторы, Николай, да, и ими тоже можно пользоваться. Но, на мой взгляд, это не очень хорошо и не очень круто. Вот, на вопрос Андрея по поводу звука я ответил. По поводу стабилизации Наталья спрашивает. Наталья, стабилизация, на мой взгляд, очень важная вещь. И в этом смысле я бы как раз не доверял программам, даже в том числе таким продвинутым, как Premiere, потому что стабилизация в программах, она, к сожалению, чревата тем, что картинка деформируется очень сильно. В этом смысле, конечно, нужно использовать стедикамы, флайкамы, вот эти вот просто различные устройства, которые одеваются на камеру. В этом смысле, в смысле под камеру, да, в этом смысле всякие легенькие, такие совсем любительские GoPro-шки, они удобны тем, что, конечно, для них стабилизирующее устройство и дешево, да, и достаточно легко справляется с этими задачами. Но стабилизация, очевидно, нужна. Причем, еще раз повторю, не столько программная, сколько вот аппаратная. В смысле, сколько фактическая, да, вот в момент съемки. У GoPro с этим плохо, у мобильных телефонов с этим неважнецки, у видеокамеры лучше всего, конечно. Вот, но если так совсем коротко, извините, что у нас, что я так кратко отвечаю, да, но просто у нас действительно сейчас уже мы выходим за рамки, да, нашего времени, и я просто пытаюсь еще успеть. Если что, если какие-то вопросы еще возникнут, двумя, пожалуйста, пишите на e-mail, который я вам, естественно, дам. Вот он у меня, пожалуйста, мой e-mail, да, еще раз можете его записать, те, кто не сразу появился. Я не обещаю, что подробно, но во всяком случае основную какую-то информацию вам смогу дать. По поводу курсов, сразу, чтобы, да, закрыть этот вопрос, вот наш e-mail официальный, это вот тот телефон, по которому вы можете узнать информацию обо всех существующих, да, и будущих курсах. Значит, еще вопрос. Николай спрашивает, столкнулся с проблемой при выкладывании роликов в Инстаграм, под моим аккаунтом, звук нормальный в любом устройстве. А гость под своим видео нормально, но сильное искажение звука не подскажет, чем это может быть связано. Не торопитесь ответом, интересно только мне. Вот, Николай, можно вас попросить, напишите мне, пожалуйста, этот вопрос на почту, я с удовольствием подумаю, отвечу, да, и постараюсь как-то аргументированно. Вот, так, музыка, музыка, еще завораживает людей, просмотрит глаз, разные красивые слайды, когда смотришь видео. Разные красивые слайды, ну, я не считаю, что это хороший способ создания интересного видео. Вы знаете, я вам скажу одну важную, один тезис, который вот на курсе по созданию фильма, я считаю важным и нужным провести в первую очередь. Тезис заключен в том, что вот на современном этапе развития всей вот этой индустрии, основным является не красота картинки, основным является оригинальность контента. Я думаю, что вы со мной согласитесь, да. Сколько можно делать обзоры, там, самое смешное в интернете, да, сколько можно делать обзоров и друг у друга перетасканных роликов, да, там, самые глупые падения, самые там смешные удары в морду тортом, да. Это понятно, это все уже смотрели, это уже, я уверен, все об этом, все это видят, все это понимают и знают, да. Все друг у друга передирают вот эти вот ролики, они кочуют просто годами, да. Ну, раз смотришь, там, пятилетний Боян какой-нибудь уже, да, совершенно, вот в этих, в обзорах, да, там, как бы самое смешное в Рунете. Да что ж там самого смешного? В этом смысле я считаю, что красивые просто слайды, выдранные откуда-то, да, из интернета, это примерно такая же жвачка, она ничего не дает, да, если она сопровождает, в общем, сомнительный или не очень интересный контент, то она, мне кажется, не поможет. Завораживать людей таким образом, мне кажется, не очень корректно. Вот, вот что мне кажется, собственно, в связи с этим, что еще. Андрей, ау, и вам. Все, тогда всего доброго, друзья, счастливо. Да, Николай, на здоровье, пожалуйста, сигнальте. Лариса, на здоровье, всем всего доброго, творческих вам успехов. Если что, пожалуйста, сигнальте. Конечно, на курсы буду рад вас видеть, естественно. Еще раз повторю, если какие-то будут вопросы или там что-то захочется разобрать, сигнальте, мы с вами всегда найдем возможность об этом поболтать. Вот такая история. На здоровье.